Всем здравствуйте! Сегодня очередное видео из серии обучения программы учет производства. И сегодня мы рассмотрим такую операцию, как учет зарплаты сотрудников на производстве. В конкретном документе производства на конкретный выпуск продукции. Итак, что у нас есть? Мы рассматриваем следующую ситуацию. У нас есть документы отчет производства, которыми мы выпускаем продукцию. Есть выпуск продукции, есть расход сырья и на вкладке оплата сотрудникам мы хотим перечислить список сотрудников, которым за этот выпуск продукции необходимо начислить зарплату. А зарплату этих сотрудников, соответственно, учитывать себестоимости выпуска продукции именно в этом документе, вот этого числа, в это время, именно на вот это количество готовой продукции, на 4 штуки выдвижной ящик. С чего необходимо начать для того, чтобы программа автоматически учитывала, заполняла заплату сотрудников. В разделе учет производства находим пункт тарифа сотрудников оплата работы. Открывается список, в котором мы формируем записи, указывая сотрудника. Это список физических лиц программы 1С управления торговлей. Мы указываем период, с которого начинает действовать данная тарифная ставка. Например, ранее она была одна тарифная ставка, с какого числа поменялась, потом опять может меняться, и так можно всю историю накапливать и вести ее. Указываем подразделение, предмет тарифа. Предмет тарифа – это то, что производит сотрудник. Здесь можно указать как конкретную номенклатуру, так и можно указать обобщенный вид номенклатуры, над которым работает сотрудник. В данном случае мы указали конкретную номенклатуру, конкретную продукцию. И тариф. Тариф за единицу, за одну единицу. Вот мы, например, двум сотрудникам указали, что они при работе над вот этой продукцией получают такую компенсацию, такую оплату. Допустим, мы начнем вот с этого сотрудника и введем его в документе «Отчет производства». Укажем его. Заходим на вкладку «Оплаты сотрудников», смотрим выдвижный ящик. Подразделение совпадает. Оплата сотрудникам. Нажимаем кнопку «Подбор сотрудника». Выбираем. Что мы видим? Мы видим, что у нас в документ попал сотрудник. Автоматически проставился его тариф, актуальную текущую дату, количество и сумма рассчиталась. Если сотрудников несколько, мы подберем второго сотрудника. Также определился тариф, количество и, допустим, дальше возможные варианты. Например, оба сотрудника действительно работали над одним изделием и по четыре штуки мы можем зачесть. Или, например, один сделал два. Один сделал три, другой сделал один. Можно вот таким образом менять количество, которое пойдет в зачет сотруднику. и нажимаем «Провести закрытие». Итак, документ проведен. Что мы можем получить? Какую информацию? Например, учет производства. в разделе «Отчеты» «Зарплата производства». Мы заходим в раздел «Зарплата производства». Выставим период, за который нас, например, интересует информация. Что показывает данный отчет? Данный отчет показывает, что по организации сотруднику за конкретный месяц, за месяц было начислено вот такая сумма и была выплачена колонка «Расход». Приход отвечает за начисление. Колонка «Расход» показывает, какие были выплаты, оплаты сотрудникам, сколько им было выплачено. И конечный осадок показывает сальдо по сотруднику, по его зарплате на конец выбранного периода. Если показатель с минусом, соответственно, мы переплатили. И это, собственно, видно из цифр. В этом же отчете мы можем выбрать другие виды, варианты отчетов. Например, начисление оплаты за период. Выберем период. Сформировать. Мы видим без остатков документы, которыми были произведены движения. Мы можем выбрать также другой период, другой вариант отчетов. И видим общий показатель по сотрудникам за период без детализации по периодам. То есть можно выбрать любой вариант и можно отчеты настроить в любом виде так, как вам удобно. Как производится выплата зарплаты? Выплата зарплаты производится стандартным документом под системой управления торговлей, разделка значительства, подразделка разделка значительства. Далее, либо расходный кассовый ордер, либо через безналичные платежи. Например, рассмотрим расходный кассовый ордер. У нас есть документ расходный кассовый ордер. В этом документе мы выбираем вид операции выплату по ведомости работнику. Одному указываем работника. Указываем сумму, которую мы выплачиваем. И в принципе все остальные реквизиты стандартные. Это номер ведомости, дата и дата выплаты. Проводим, и эта информация автоматически формируется и переносится в отчет, благодаря которому мы видим сальдо. Приход, расход сальдо. Рассмотрим другой теперь вариант. Это когда можно заполнить автоматически по сменам, например, по бригадам. Итак, мы переходим к описанию смены бригады. У нас есть в разделе учет производства пункты рабочие смены бригады. Возьмем любой элемент, который есть. Здесь у нас уже есть ковалевская. Мы, допустим, выберем еще кого-нибудь. Несколько человек. Запомним эту смену. Итак, нам теперь нужно для этих фамилий, для этих сотрудников задать тарифные ставки. Допустим, мы будем производить те же самые ящики. Введем вот такие данные, такие тарифные ставки. И, допустим, мы зайдем в тот же самый наш отчет производства, который мы уже делали. Выдвижной ящик. И выберем нашу смену. Переходим на вкладку «Оплата сотрудникам» и нажимаем «Заполнить по смете». Да, но прежде чем заполнить по смете, нам нужно сохранить документ. Сохранили. Нажимаем «Заполнить». И мы видим, что программа подобрала документ всех сотрудников по смете, каждого со своей тарифной ставкой. И каждому, конечно же, присвоило его количество выпущенной продукции. Но мы можем это все поменять. Можем распределить как-то по-другому, в зависимости от того, как у вас происходит сбор информации, распределение оплаты. Часто используется такой по-другому, как коэффициент трудового участия КТУ. Это можно, в принципе, отразить в тарифе. То есть, да, они все сделали по 4, но у каждого своя тарифная ставка, и он получает оплату в соответствии со своей работой. И сделаем проведение этого документа. И давайте сделаем еще один документ «Отчет производства», в котором заполним сотрудников. Здесь мы производили, например, эту пластину. Соответственно, для нее нужно также задать сотрудникам выработку. Допустим, мы зайдем в тарифы, зайдем в тарифы, и сотрудникам назначим тарифы за производство той самой низкоуглеродистой стали. Допустим, 450. Как мы видим, можно задавать в одном периоде на разную номенклатуру разные тарифы сотрудникам. И теперь в этом отчете производства мы выберем опять ту же самую бригаду. оплата, заполнить, записать нужно. Записали, заполнить. Потому что у нас производство подразделения отличается. Все правильно, программа не видит этих тарифных ставок, потому что отличается подразделение. И тогда мы в этих записях, в которых мы назначали тарифную ставку для пластины, мы поменяем подразделение. Заходим. Опять оплата. Заполнить по смене. И мы видим, что таблица заполнилась сотрудниками, по которым есть тарифная ставка для данной продукции и по данному подразделению. Суммы посчитались. Проведем этот документ. Документ провелся. Теперь посмотрим еще раз отчет зарплаты с производством. Возьмем ее за месяц. Итак, мы видим, что в отчет информация пока еще не попала. А не попала она, потому что нам необходимо сделать документ начисления зарплаты. Также в разделе отчет производства подраздела зарплата начисление зарплаты. Создаем документ. И, например, мы хотим сделать его за апрель. Делаем по нашей организации. Заполнить по выработке за период. То есть за выбранный месяц. И мы видим, что здесь попали все сотрудники за данный месяц, по которому были введены документы отчет производства, в которых они были указаны. Также мы видим, если мы выбираем строчку, в верхней таблице выводятся итоговые суммарные показатели. А в таблице снизу выводится расшифровка. Вот, например, мы нажимаем на фамилию Ковалевска и видим расшифровку за какую продукцию, по какой сумме ей начислена оплата. Мы помним, что у нас сотрудники производили продукцию в разных подразделениях. У нас было два подразделения производства мороженого и производственный цех. Здесь у нас сводная информация. Если мы в документе начисления не указали подразделение, и сюда попала информация сводная по всем подразделениям. Но мы можем документы начисления делать по подразделениям. Например, выберем производственный цех, нажимаем заполнить по выработке, и мы видим, здесь как раз попали только те данные, которые у нас относились к отчету производства, сделанному по этому подразделению. Теперь мы можем провести документ этот. Возвращаемся к отчету. Итак, теперь мы видим, теперь мы видим, что сотрудники, новые сотрудники попали в отчет начисления зарплаты. После того, как документ начисления зарплаты был сформирован, можем выплатить теперь, например, пока кому-то одному возьмем казначейство, например, расходный касса, ордер, выплата зарплаты работнику, выбираем сотрудника, оплата труда, сумма, например, там введем какую-нибудь сумму. Предположим, если у нас нет ведомости, мы не введем какой-то реестр, не учитываем, мы можем, допустим, написать вот так вот, задать месяц и провести. Документ провелся, еще раз возвращаемся к отчету, формируем. Вот мы видим, сумма начислена, сумма выплачена появилась, и таким образом у нас есть полная картина по тому, что за что, сколько начислено сотрудникам за выпуск продукции, сколько выплачено, мы можем ввести выплаты, и сколько у нас осталось. Общая сальда, то есть мы можем ввести практически в минимальном, необходимом, варианте выплату, учет зарплаты по производственным работникам. Ну и в принципе можно по всем работникам, которые так или иначе завязаны на производство. И теперь следующий важный момент, это расчет себестоимости с учетом зарплаты. Также мы должны зайти в финансы, в результат контроллинг, сделать закрытие месяца и расчет себестоимости. Итак, выполнили расчет себестоимости, и теперь посмотрим, как это отразилось на выпусках продукции. Открываем наши отчеты. У нас был выдвижной ящик, а в выдвижной ящик еще у нас были пластины. Возьмем, возьмем вот такой наш отчет. Видимо, оплата труда, значит, по ящикам, по ящикам. Сейчас мы посмотрим, что конкретно, правильно ли у нас все поформировалось. У нас ящики были 16-го. Оплата. Давайте мы сделаем этот отчет просто только за 16-е. Да, вот наш ящик, который произведен с 16-го. Все расходы, сырье и отдельной строкой выделяется оплата труда производственных рабочих. Теперь мы можем также посмотреть себестоимость по продукции. У нас была оплата за производство пластины. Мы ее сформируем. Пластина. Оплата труда есть. Посмотрим теперь в таком варианте. оплата. Вот у нас были два отчета производства 23-го числа. В одном мы видим, что оплата труда зафиксирована. В другом отчете, в котором не было оплаты, мы видим, что ее нет. Это самая оплата труда. Таким образом, расчет себестоимости по каждой продукции произведен в разрезе каждого отчета производства. Итого. Итого. Мы с вами сделали учет, ввод информации о тарифах оплаты сотрудникам за выпуск продукции. Создали отчеты производства, в которых заполнили сотрудников оплату как вручную, путем подбора, так и через заполнение по сменам бригадам. После этого сделали расчет себестоимости и получили результат в виде двух видов отчета. Первый, управленческий, производственный, в котором видна себестоимость продукции, детализации по конкретному документу. И видим в конкретном документе, какая оплата по статьям затрат, расходов была на каждый документ. Либо с помощью стандартных документов себестоимость товаров обобщенные цифры за период выпуск продукции и себестоимость. стандартных документов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok